Привет, народ! 10 ноября, 8 часов утра, взял силу, так сказать, поднял себя. Сейчас резко на велосипед и на дачу надо будет там насыпать корма гусям. Ну и надо попытаться заняться все-таки спортом. Уже третий-четвертый день я пытаюсь освободиться, как сказать, от влияния супруги. Три месяца я дома с августа. И вот это вот питание дома, жареное, пареное, вареное, печеное, сладкое, делает свои дела. Уже оскупился, пузо растет, появилась вот эта рассеянность, невнимательность. Позавчера на велосипед сел, короче, решил, ну надо было по делам съездить, у токаря забрать там кое-какие работы, которые он все не может выполнить. Ну а так как кроме велосипеда другой техники нету, в общем, сел на велосипед и намотал порядка 30 километров. Хочу сказать следующее, что велосипед, так и хождение быстрым шагом, я считаю, это, наверное, самый бесполезный вид спорта. Ведь после этих 30 километров, ну единственное, что болели какие части мышцы, так это жопа. Больше никаких других воздействий не было. Ну да, я, конечно, катался на велосипеде, я приехал домой. Да, я уснул, меня вырубило, причем это было часов 5 или 6 вечера. В итоге я проснулся в 2 часа ночи и вот уже 3 сутки я не могу войти в график. То есть меня днем рубит, ночью я просыпаюсь и сегодня опять всю ночь не спал. Вот, а теперь, значит, поближе к нашим делам пенсионным. Значит, после того, как было вынесено решение суда о том, что я, проходя службу в УФСИН, не работал, ну, занимал должность старшего инженера группы ТСО связи и вооружения, то есть попросту был связистом, у которого был там кабинет где-то там за территорией тюрьмы. Так как я не работал с осужденными, ну, я не отношусь в льготной категории сотрудников, не работал с осужденными и в льготном вот этом исчислении мне отказать. Значит так, на эмоциях я начал обзванивать отдел кадров тюрьмы. Сотрудник, который был начальником отдела кадров, говорит, я уже все в отпуске и ухожу на пенсию, дал мне телефон другого пацана молодого, ну, там они все юноши, елки-палки, лет там 20 с копейками, о чем мы будем разговаривать, когда они мне уже, можно сказать, что у меня детям по 30, старшим, они мне уже, можно сказать, чуть ли не во внуки годятся. Ну, да ладно. Значит, дозвонился я до отдела кадров управления УФСИН в городе Воронеж. Ну, и на свою большую такую глупость, на эмоциях взял и скинул им решение суда. И очень они мне пишут. В УФСИН России по Воронежской области рассмотрено ваше обращение от 10 октября 2024 года. По результатам рассмотрения обращения сообщаем, что порядок и условия прохождения государственной службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации регулировано положение службы в органах внутренних дел РФА и текста председателя сотрудника органов внутренних дел, утвержденного в постановлении Верховного Совета Российской Федерации 23 декабря 1992 года, номер 4202 и иными нормативными правовыми актами. Ну, и тут они расписывают, что сотрудники органов внутренних дел – это граждане Российской Федерации, состоящие в должности рядовое начальство состава органов внутренних дел или кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, которым установлено сообщение в положении порядка присвоены специальные звания рядовой начальствующей состава органов внутренних дел. Правовую основу службы в органах внутренних дел составляет Конституция Российской Федерации, законы и иные правовые акты Российской Федерации, Конституции, а правовые акты автономной области, автономных округов краев, областей, в общем так, мы тут дальше не добудем читать это все глупость. Так, сотрудник органов внутренних дел выполняет обязанности и пользуется правами в пределах своей компетенции по занимаемой должности в соответствии с действующим законодательством, присягой настоящим положением и контрактом. Ну, в мое время не было контракта, это было вообще, я как бы со срочной службы пошел на сверхсрочную, это был 93-й год, я в мае стал сверхсрочно служащий, звание у меня было старшина, по-моему, или старший сержант, наверное, со старшего сержанта я на сверхсрочку ушел, потом мне присвоили старшину, старшиной я был буквально две недели, и что-то потом сразу уже нас в тюрьму начали передавать, и там я уже получил офицерское звание младший лейтенант, ну, все согласно УФСИНа уже, а это было внутренние войска, так что в УФСИН мы пришли вообще на основании договора, никакого там присяги и тому подобное. Так, согласно приложенному к вашему обращению решению Лефортовского районного суда города Москвы от ТТТ, период службы с 19.08.94 по 01.04.2003 год, вы эпизодически выполняли установку и обслуживание радиостанции, телефонов, системы охраны, датчиков наружения на внутренней территории госучреждения, где содержатся осужденные. То есть я эпизодически там работал, это нынешним сотрудникам, чтобы вы знали, что это все эпизодически. Таким образом, вступивши в законную силу, решение суда установлено отсутствие у вас права назначения досрочной страховой пенсии по старости в связи со своими условиями труда. Ну, значит, во-первых, досрочная страховая пенсия, она наступает, когда 20 лет человек выслушит, вот тогда она и наступает. Я не обращался по досрочной страховой пенсии, а я обращался по пенсии по смешанному стажу, а там достаточно 12,5 лет льготной выслуги, 12,5 лет гражданского стажа к 45 лет, ну, а сейчас к 55 годам. Все эти условия были больше, чем выполнены, потому что у меня то-то-то. Так, значит, кроме заключенных, в период проходящей службы, выезд, контракт и замещаемые должности не предусматривают возложения обязанностей и работу с осужденными. Так, и дальше, что я в связи с статьей 4 и статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 года в порядке рассмотрения обращения граждан могу обратиться о бездействии в связи с рассмотрением обращения в административном и судебном порядке в соответствии с законодательностью Российской Федерации. Подписал заместитель начальника РФ Горшков. Исполнила Болдырева, ЕЕ. И телефон даже оставила. Так вот, вот теперь, значит, так. Я дозвонился все-таки, нашел. Они-то мне прислали по электронной почте, значит, вот эту бумажечку. И после чего я дозвонился до начальника отдела кадров этого УФСИНА. Федотов Алексей Сергеевич. Звонил я ему раза три. То есть я объясняю, говорю, но мне не надо справку о том, что я там работал с осужденными или с чем-то. Дайте мне справку именно льготную. О том, что я у вас такого-то числа проходил службу и являлся сотрудником, который согласно каких-то там законов же, вот они тут написали, согласно каких-то там законов пользуются льготными правами. Он же мне говорит, ну да, у нас все сотрудники пользуются льготными правами. Так вы же мне напишите, не обязательно, что я работал с осужденными. Например, вы в управлении УФСИН сидите, что там начальник отдела кадров, вы же с осужденными не работаете. Начальник учреждения не работает с осужденными. А там еще есть инженеры ЦИТО, Центрального инженерного центриарного отдела. Они же абсолютно не работают с осужденными, но это не относится. Они же уходят на пенсию год за полтора, идет же служба. Тем более, вы мне дали справку при увольнении, которая с печатью, там за подписью, о том, что у меня есть льготном исчислении, там 16,9 лет в выслуги. Вот, повторите эту справку. Он, да, мы, конечно, все сделаем, все прекрасно, все выполним. В итоге уже прошло, это 10 октября я получил эту бумажку, я ему с ним созвонился. Да, наверное, 10 октября, сегодня уже ноябрь идет. В общем, в итоге, я приехал в тюрьму, кадры. То этого кадровика нету, то он с ночи, то в итоге я его поймал. А он мне говорит, а мы теперь справки не даем, этим управление занимается. Я говорю, прекрасно, раз занимается управление, ну давайте же продолжать по справке. Так как старший инженер, согласно 85-го постановления, которого я обратился от 93-го года, ну не является, является, точнее, сотрудником, вы что-то признаете, что сотрудник, а не вольно-наемный, потому что 85-е постановление является для вольнонаемных. А я аж еще и вольнонаемным работал в тюрьме, я еще работал начальником котельной, ну мастером поросевого хозяйства, инженером энергомеханического отдела. У меня там получается еще почти 4 года. Ну так как они же относятся к 85-му, вот давайте расписывайте мне теперь все эти срока по льготному. И по 85-му постановлению, и по вот этому, которое 4202 от 23 декабря 92-го года, вот по этому постановлению тоже распишите мне эту справочку. В итоге он мне сказал, я созвонюсь с управлением, это было еще прошлую пятницу, и решим вопрос. Я в итоге перезвонил в управление, там этот Федотов сделал удивительное выражение, так сказать, в голосе, говорят, нам никто ничего не говорил, хорошо, мы вам сделаем. Прошла неделя, вот это же в эту пятницу прошлую я тоже позвонил, вот, а они мне что говорят, да, мы занимаемся вашей справкой, мы ее доделаем, придет понедельник, то есть в этот понедельник и должна быть справка. Хорошо, что они занимаются, вот, ну, задал этому Федотову вопрос, а что у вас, говорю, там с сотрудниками, говорят, недостача большая. Ну, да, есть такой случай. На данный момент, только в УЖС-118-8, это который в городе Росш, где проходил службу, вот, что-то говорят, порядка 40 человек недостача. Это при том, что все сотрудники УФСИН, которые вот сейчас действующие, они не попадают под мобилизацию, то есть бронь у них. Вот, даже в этих случаях, все равно желающих особо идти поработать-то и нету. Ну, конечно, раз такое отношение к людям, то есть я человек отработал, все, у меня справочка есть, ваша же, с синей печатью. Ну, не имя дана, она была дана мне еще при увольнении в 2003 году. Так она им как бельмо на глазах. Ну, и адвокат мой сказал, говорит, не надо от них никаких справок брать, мы, говорит, на эту справку, которую ты получил в 2003 году, на нее и будем ссылаться в апелляции. Вот, там мне для выхода на пенсию, вообще, в принципе, достаточно было 12,5 лет этого УФСИНовского стажа и 12,5 лет гражданского стажа. Называется выход по смешанному стажу, но в итоге вот такая вот сейчас ситуация происходит. Что они там за справку эту дадут? Вот, я прям предупредил, что я буду снимать ролики для Ютуба. Так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, кто еще думает о службе. Особенно это действующих сотрудников касается. Вы что, законы-то мало знаете. То есть, вот видите, как они пишут, что я и в тюрьму ходил, и тапы возил, и там на запретке мы заборы красили, там ходили. То есть, осужденный, там был петушиный особый отдел. Вот они там копали, они там проволоку натягивали колючую по внутреннему периметру. Контроль следовую полосу эту ровняли. А я с ними стоял постоянно, надзирал, чтобы они там побег не совершили. Вот, и это самое. Да хотя бы нахождение в тюрьме на планерку я ходил, блин. Совет воспитателей отрядов. Да все, все, все вот эти вот бессонные ночи, когда нас там вызывали, когда мы все ходили. И в штрафных помещениях, там камерах мы делали, и датчики приму вы там ремонтировали. И, блин, я не знаю, даже радиоузел был в тюрьме. По всем отрядам радиосвязь, радиосвязь тоже такое же ляпнул. Пульт там был в связи начальника ДПНК, дежурного помощника начальника учреждения, с каждым отрядом, с каждой локалкой, с производством. Это все были, проводка протянута. И везде пульт мог позвонить с пульта. Внутри зоновская, так сказать, связь была у нас настроена. Это все в моих рук дело. Ну, в общем, вот так вот. Будем добиваться дальше своих дел. А, теперь дальше по суду. Подолжишь я апелляцию. Когда я подавал апелляцию, я, значит, на это решение суда, я же все документы мне адвокат напечатал, ну, и рассказал, что куда подписать, отнести на почту, отправить. Вот, и все-все-все, так уже в порядке. Я целый день потратил, чтобы все эти документы отправить на почте. И потом приехал в суд, в канцелярию, и сдать там же. Когда в канцелярии суда я сдавала, эта девочка перечитала, перепроверила мои паспортные данные. Вот, и все прекрасно. Она у меня приняла этот документ. В итоге мне позвонили вот буквально на той неделе, наверное, или среда, или вторник. Говорят, да, Сергей Анатольевич, все было прекрасно. Мы, говорит, готовы вашу апелляцию отправить в суд, но вы ее забыли подписать. Ну, блин, наверное, все-таки это последствия применения сахара. Да, у меня сейчас такая вот какая-то рассеянность. То есть могу инструмент какой-то положить, забыть где-то, что-то вообще полностью начал забывать такие некоторые вещи. Мне тут человек камеру просил отремонтировать в деревне. Он меня просил об этом еще месяца два назад, когда я еще в Москве был. Представляете, я забыл. Я забыл про него полностью. То есть вот тут это все с сахаром творится, такие вещи. Хоть жену выгоня из дома, я не знаю, у нее самой там давление. Лежит такая больная, ничего делать дома не может. И после этого и я теперь вот в такую же тоже беду попадаю. Да, еще теперь по работе. Позвонили мне тут ребята, сотрудники наши, ну, там где я работал в охранном предприятии. И говорят, у нас там произошла революция. Ну, то есть учредители, часть учредителей, с которыми, ну, я не хотел работать, ушли. Типа, мы тут крутые перцы, все рулим. Приходи к нам, сотрудничать, вся фигня. Я такой тут доволен, блин. А, все, да, согласие. Вот. Ну, а потом же тут решаю свои вопросы. Думаю, ну, а что, почему бы и не поработать? Тем более там должность хорошую предложили. Вот. А потом начинаю с ребятами созваниваться. А получилось, оказывается, не революция, а просто раскол предприятия. Часть учредителей с самого большого объекта ушло. У них остались другие объекты. А часть учредителей заняла самый большой объект. Ну, и вот так вот. Чего получилось? Развал предприятия. По факту-то. Вот. Теперь кассу, еще непонятно, кто как поделит. Оказывается, еще с сентября есть задержки. Не всем отдали. Еще за сентябрь там некоторые суммы. А еще октябрь задержки. И уже ноябрь, уже середина. Вот. Короче, в итоге за что я боролся. И на то же напороться и вернуться в это говно. Тем более, если даже взять этот объект самый большой. Раньше, когда я приехал туда работать в 2013 году, там сотрудников охраны было 15 человек примерно. На некоторых постах было по два человека. Можно было подмениться на обед. И все, как положено в графике, были такие нормальные. Отдыхать. Отдыхать только было сложно, когда очень много людей в расположении. Кто-то приходит на дежурство, кто-то уходит, кто-то телевизор смотрит. Кто-то начинает бухать. Начинаешь с ними тут разбираться. Ну и, в общем, вот такие вот вещи на больших объектах всегда происходят. Так вот, они дооптимизировались, что вместо этих 15 человек осталось что-то в районе 5. Которые ходят и в день, и в ночь. Короче, они умудряются как-то и обедать на постах, и в туалеты бегать с по столу. И, в общем, это все... А, нагрузка же осталась та же самая. То есть, понимаете, и по 16 часов работать, ну, блин, я в своем возрасте уже это не потяну. Вот сейчас я на данный момент 3 месяца дома. Ну да, у меня есть какая-то работа инженерная. Вот сейчас у меня в Москве несколько проектов, которые ожидаются. Я практически уверен, что я выиграл эти тендеры. Вот, один даже внезапно в эту пятницу нарисовался. Там на установку 4 камер какое-то предприятие выставило тендер на 280 тысяч. Ну да, там большая протяженность кабеля. Но я пересчитал даже со скидками. И вышло все в разы меньше. Поэтому... Поэтому, как бы, у меня инженерия работает. Бригада есть, есть инструменты, есть мозги. Самые главные инвестиции, это же, я же говорю, надо вкладываться в инструменты и в свои мозги. Проходить вовремя обучения. Начиная с коронавирусного года, я, в принципе, к этому готовился. Я знал, я проходил эти вебинары, я учил эти все новые виды оборудования. Заключал договора, где-то партнерки всякие выходили у меня. И поэтому, как бы, на данный момент я могу конкурировать с другими предприятиями. Вполне себе демпинговать, потому что у меня все-таки есть и дилерские вещи. Вот, и, как бы, работу в охране, тем более на таких условиях, я уже, ну, не вижу никак. Потому что ночные графики и все остальное, ну, так выбивает с колеи. В принципе, надо уже готовиться, быть уже пенсионером. Вот. Ну, ну, короче, всем хорошего настроения, всех благ, всем здоровья. Сегодня буду заниматься продолжением изготовки веткоизмельчителя. Испытаю его на вот этой детской площадке, на которой я сейчас нахожусь. Вот на качельках качаюсь. Покажу. Тут видно, кто-то из наших жителей, молодежи, попилил ветки. Там, вон они валяются. И вот тут вот некоторые клёны растут. Я их, наверное, поспиливаю. И вот эти ветки попробую на своем веткоизмельчителе, который делаю. Буду его измельчать. После того, как у меня получится это все измельчить. После того, как у меня получится все это измельчить. У меня теперь будет следующий проект, как это измельченную, вот эти чербачки, которые выйдут с этого моего веткоизмельчителя, превратить в опилки или в мелкую щепку. Для той цели, что я хочу все-таки продолжить и делать котлы, которые на пилетных, вот эти не на пилетных, а на, ну да, либо на пилетах, либо на опилках, которые с управлением, с длительным горением для отопления теплиц, курятников и тому подобных производственных помещений. В общем, вот такая вот детская площадочка. Все разбросано, раскидано. Вот, надо попробовать здесь навести порядок. Всем пока!